Слава Богу! Реформаторы, слава Богу! Приветствую всех! Так, вот, есть! Аллилуйя! Да, 6 часов вечера, как обещался, включаюсь здесь на канале, на Ютубе, в прямом эфире. Приветствую всех, братья и сестер! По православному календарю, церковному календарю продолжается праздник преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, так называется этот праздник. Этот праздник, он установлен, ну, не Господом, а это не Господний в этом смысле праздник, но этот праздник установлен Церковью, вот, еще в Средневековье ранее. И, в общем-то, до наших дней он празднуется, да, вот, уже много столетий. Этот праздник, он вспоминает собой события, действительно имевшие место быть, да, это описано в Евангелиях, в частности, вот, на Соборе. Да и вчера тоже я зачитывал, позавчера зачитывал фрагмент как раз из Писаний, зачитывал фрагмент из Матфея, Евангелия, 17 глава, как раз где рассказывается о преображении, собственно, преображении Иисуса. Вот, и, то есть, этот праздник, конечно, можно праздновать, можно не праздновать, но самое главное, что у нас хорошая тема для пробоведи. У нас хорошая тема для того, чтобы, вот, миллионам, миллионам православных и католиков, и протестантов, благовествовать об Иисусе Христе, о Спасителе, о Господе, и чтобы, действительно, люди разных конфессий, разных динаминаций, держащихся, придерживающихся разных традиций, чтобы, действительно, не лишний раз услышали об Иисусе и имели возможность, действительно, духовно возродиться, принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Господа, это самое важное, самое ценное. Поэтому, это хорошая тема, тем более, для уже даже возрожденных людей, для верующих, тоже хорошая тема поразмышлять, как раз именно взирание на славу Божию, я об этом говорил, как раз на утренней молитве, и вот, сейчас вновь зачитаю этот фрагмент из Писаний. Кстати, сейчас у меня загружаются здесь интересные материалы, в частности, вот, собор, прошедший воскресенье. Кстати, в это воскресенье, предстоящее 25 число, будем продолжать. Вот, как раз с братом Андреем сегодня общались на эту тему. И если кто в Киеве, из вас, друзья, или собирается быть в Киеве в это воскресенье, 25 августа, то добро пожаловать на служение Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Литургии, нашей Киевской Архипископии. Вот, с 9 утра, станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. Это арендованное помещение, предприятие УТОС, вход через проходную и лифтом поднимательность на 4 этаж. Это, собственно, вот, адрес нашего служения. Вот, и пусть Господь благословит нас. Да, и вот место Писания, значит, ну, начать хочу с Евангелия Таана, вообще-то. Значит, вот цитату я разместил здесь уже, 17 главы, извиняюсь, 3 главы, 17 стих. 3.16 мы знаем, да, все, золотой стих Писания. А вот следующий стих, то есть, ну, золотой стих, это что так возлюбил Бог мир, да, что Он доказал свою любовь, на самом деле, отдал самого себя, да, Сына Своего Ненародного, за нас, за всех, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот, ибо так возлюбил Бог мир, на самом деле. Потрясающий стих по глубине своей, и недаром верующие разной конфессии, разной динаминации называемые его золотым стихом, да, не просто так, на самом деле он открывает очень мощно все Писание Нового Завета. Вот, и, а следующий стих, он не менее впечатляет, конечно. Написано в 17 стихе, не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но, чтобы мир спасен был через Него. Аллилуйя. Это очень такой евангельский стих, на самом деле. Это прекрасный стих, раскрывающий вот суть послания. Бог послал Сына Своего не с миссией судить этот мир, а с миссией спасти этот мир. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Вот, и пусть Бог благословит всех нас через Него, через Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Спасение ко всем и вся приходит. И вот, а местность Писания, которое я утром читал, и вот сейчас тоже, про что это, из 2 Коринфянам 3, 17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Вот, и действительно, Господь, Бог всемогущий, Он дарует нам свою свободу, истинную жизнь во Христе Иисусе, дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. И удивительное слово «свобода». Это на самом деле тайна, и удивительная тайна. Свобода вообще, она в естестве человека заложена. Недаром во всех там культурах, народах, да, обычно, если хотят кого-то наказать из человеков, да, человека хотят наказать, унизить, то его лишают свободы. Вот, и, хотя, конечно, есть такой типаж людей, которые уже, ну, это из-за деградации такой уже, ну, страшной, безбожия, что человек уже привыкает к рабству, вот, и он уже видит себя только рабом, вот, и ему уже, как там говорят там люди нечестивые, да, что век свободы не видать, там, и прочее, что значит, да и вообще, я разговаривал, проповедовал, одно время часто проповедовал в колониях разных, вот, и, значит, в местах заключения приходил, служил, одно время я даже сел как-то почитать, сколько колоний посетил в общей сложности, там, общего режима, строгого режима, больше ста получилось у меня, вот это, то есть я сам даже удивился, вот, это в России, в Белоруссии, в Украине, где еще, Молдова, в Европе это было просто лишь капелланское служение, вот, в США тоже это были чисто капелланские служения, тоже, значит, но, одним словом, я посещал очень разные тюрьмы, очень разные колонии эти, и особенно в России, там есть такие регионы, вот, на Урале, допустим, да, Сибири, там, что не город, то какая-то колония, вообще, просто, не знаю, как, едешь и удивляешься, братья говорят, мы вот, сейчас мы проезжаем там колонию, там колонию, потом едем в ту колонию, прям вот, страшно даже, честно говоря, сколько людей находится в вузах, вот, и я проповедовал, и встречал таких людей, которые уже старики, состарились там, ну, всю жизнь по этим местам они проживают, и они уже на воле себя не видят абсолютно, и если даже как-то выходят на свободу, то они стараются как можно быстрее снова попасть сюда, чтобы, здесь у них там, как говорится, макароны по расписанию, там, и койка, не надо ни о чем думать, они их заботятся, как бы, и у них там авторитет, потому что, ну, их там уважают элементарно, ну, там, другие осужденные, потому что, значит, те прожили там всю свою жизнь, фактически, вот, и, знаете, ну, это несчастные люди, на самом деле, пообщавшись с такими людьми, я понимал, что это несчастные души, потому что они себя видят только лишь в этих узах, но настоящее все-таки, вот, естество человеческое, глубинное, оно именно свободное, жаждет свободы, вот, и тоскует по свободе даже, вот, человек рожден свободолюбивым, но, вот, что, настоящая свобода, она, на самом деле, Богом дается, и она свобода праведности, свобода мира, любви, радости, свобода святости Божьей, да, и вот, настоящая свобода, кого сын освободит, будет по-настоящему свободным человеком, так написано в Новом Завете, это удивительно, сам Иисус Христос является вот этим освободителем, о Ветхом Завете, самый такой хороший пример, конечно, самый сильный пример свободы и несвободы, выхода из рабства в свободу, это вот исход, конечно, великий исход, Тора об этом рассказывает подробно, вот, одна из книг, первых пяти книг, да, Тора, Библии, она так и называется, исход, исход из рабства в свободу, вот, и когда Господь, вывел на свободу людей, то Он дал заповеди, это было 3331 год тому назад, и пять месяцев, и Он сказал Бог всемогущий, выведя из рабства, да, что, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов предлицом моим, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо тебе, Царь всей вселенной, благодарю тебя, Господь, за все, благодарю, Аллилуйя, благодарю тебя, мой Бог, благодарю тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю, я тебя, Господь, люблю, я тебя, мой Бог, люблю, и за все благодарю. И мы взираем на Господа, взираем на славу Божью, и преображаемся в тот же образ, как говорит это же послание, 2 Коринфянам, 3 глава, ниже. И знаете, действительно взираем на славу Божью, взираем на живое Слово Божье, взираем на Христа, и видим себя, это удивительно, конечно, удивительно, удивительно, вот я пример приводил сегодня утром тоже на молитве, что смотря, допустим, в обычное зеркало, земное, вот, ну, обычное зеркало, да, этого мира, мы видим, что, видим самого себя, видим там свои недостатки, да, видим что-то, не знаю, ну, одним словом, видим себя, оцениваем себя, смотрим на себя, Но, взирая на славу Божью, взирая на Бога, то мы видим вообще другую картину. Мы видим себя в истинном свете, оказывается так. Лишь взирая на славу Божью, мы видим себя в истинном свете. Потому что, когда мы взираем на себя глазами других людей, глазами окружающего мира, или просто рассматривая в зеркало себя, или смотря на себя вещественными физическими глазами этого мира, помышляя как этот мир, то, конечно, все. Это «Грешник я великий». Как в песне поется, в храме не раз пели такую песню мы раньше. «Грешник я великий на земном пути, Господи помилуй, Господи прости, Я великий грешник на земном пути». Или что-то мне чего-то не найти, и я вообще грешник, и червь земной, и тварь дрожащая. Короче, вот такие вот песни заунывные. И, в общем-то, и плакали бабушки, да и я там слезу ронял, думал, да, действительно. А вот когда смотришь глазами религии, допустим, на себя, неважно, христианская, нехристианская, то, да, тоже, вот, да, ну, на самом деле, видишь себя, грехи свои видишь. И чем дальше углубляешься в религию, допустим, да, значит, любую, неважно, какую-то, православную, протестантскую, католическую, значит, там, христианскую, нехристианскую, суть религии всегда одна и та же. Она рано или поздно показывает человеку, ну, просто несостоятельность его, что он не может вообще, вот, то есть он грешник, он отпадший, падшее творение. И между Богом и человеком действительно непроходимая пропасть, это правда. Вот, но это и ложь одновременно, это полуправда. А правда вся в том, что действительно Бог возлюбил мир, и взирая на него, взирая на глазами любви, глазами Бога, мы видим себя святыми, праведными, оправданными, спасенными, исцеленными, благоставленными. Это удивительно. Ник Вучич приезжал, он же инвалид, да, без рук, без ног родился. Здесь, в Киеве он проповедовал. Но он сказал интересные слова, что самая большая инвалидность, по его мнению, это как раз грех, это жить без Бога. Это самая страшная инвалидность. И я думаю, что для многих это было, конечно, откровением людей. Для многих людей было откровением, на самом деле. Но самое интересное, он смотрит на себя не как на урода, да, значит, как вот люди могут его оценивать, да. Значит, человека, ну, сплошной недостаток, значит, не достает ему ни рук, ни ног, не достает. Но знаете ли, значит, он смотрит на себя глазами Слова Божьего, взирая на Славу Божью. И взирая на Славу Божью, он видит себя совершенным Сыном Божьим, видит себя спасенным и святым, видит себя исцеленным, благоставленным. Это удивительно, конечно. У него там духу хватает даже возить на всякий случай с собой там пару обуви, хотя он никогда в жизни не носил обуви, у него и ног-то нету. Вот, значит, но он носит, возит с собой, возит, значит, с багажом, вслед за ним возит каждый раз и туфли. Вот, значит, потому что он верит, да, в Богу Всемогущему, живет жизнью Бога с Богом Всемогущим, который может ему и ноги дать запросто в любой момент, вот, и ему понадобится пара обуви. Удивительно, конечно. Вот, и, да, то есть, когда мы взираем глазами любви, глазами Слова Божьего, смотрим на, взираем на Славу Божью, да, то мы преображаемся в тот же образ. Вот, мы понимаем, что мы любимы, мы любим и мы любимы. Да, Слава Богу. Вот здесь тоже подключились брат Мгер, Мгер Джан с Армении. Слава Богу. Благоставляю армянский народ, благоставляю Армению. Слава Богу. Сейчас просто сообщение в этом, как называется, вайбер, ватсап, там тоже подключен сейчас у меня просто, и высвечиваются такие сообщения. Слава Богу. Спасибо огромное. Вот, вот здесь, прямо сейчас, вот, на, значит, на Ютубе провожу, значит, такое, значит, вот, да, вечер, вечернюю молитву, вот, и трансляцию прямую. Слава Богу. Спасибо Господь за все. Благословен Ты, Царь Вселенной. Действительно, великое чудо, взирая на славу Твою, Господь, мы видим все совершенно в другом свете. Не так, как этот мир видит нас, не так, как мы сами себя видим, не так, как вообще все может быть вот чисто по-человечески, а по-божьей, по-твоему мы видим все. В истинном свете, как оно на самом деле есть, как оно на самом деле должно быть, каким оно и замышлялось изначально. Целомудрие, настоящее цельное мудрование, правильный взгляд на мир, лишь взирая на славу Божью. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. А если мы не взираем на славу Божью, друзья, братья и сестры, то у нас нет целомудрия, цельного мудрования, вот этого правильного целостного взгляда на себя, на все происходящее. Да не только это, даже Богом мы не можем так более или менее объективно даже правильно себе представить как-то. Знаете ли, значит, представляем, как вот обычно, миллиарды людей на Земле мыслят о Боге совершенно, ну, порой ужасно, честно говоря. Вот, начиная от чисто атеистических таких вот таких или около атеистических таких представлений о Боге, как, знаете ли, виновники всех бед на этой Земле вообще, вот, заканчивая такими вот религиозными, такими экстремистскими, такими какими-то непонятными, такими там фанатичными такими представлениями, такой грозный судья, садист такой, значит, который, значит, там, чуть ли не будет удовольствие получать, когда там в котлах будут варить грешников. Вот, значит, ужасно, конечно. Но, знаете ли, это все почему? Потому что взирают люди многие не на славу Божью, взирают не на, не глазами любви, но наше призвание взирать на все глазами любви, глазами Бога Всемогущего, взирать на славу Его, взирать на славу Божью, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо. И Иисус Христос, Он действительно явил Бога этому миру, не по-нарожку, по-правдушному, явил, показал, какой есть Бог, кто есть Бог, насколько это возможно человеку услышать, увидеть, понять, осознать, пощупать, потрогать, проникнуть в эту тайну, тайну, которую разгадывали лучшие умы, будем так говорить, человеческого рода, и так и не разгадали. Знаете ли, чем больше вопросов задавали, тем больше, знаете ли, вопросов новых и новых появлялось. Да, это как, я не помню, как притча, не притча, рассказ такой какой-то слышал, что там, какой-то там, допустим, ну, не знаю, там, Раджа, там, или там, или Султан, я не знаю, короче, кто-то там, какой-то восточный правитель там собрал мудрецов, и, значит, он, значит, сказал мудрецам, дайте, пожалуйста, нам, ну, мне определение, что такое есть Бог, кто такой есть Бог. Они говорят, хорошо, дадим, дай нам, там, повелитель, там, сутки на размышления, и мы посовещаемся, там, кое-что уточним и скажем тебе. Ну, вот, прошел день, прошли сутки эти, являются они предлецом этого правителя, и говорят, извините, там, ваше там величество, может, мы просим еще, там, ну, три дня просим на размышления, ну, ладно. Потом они, там, три недели попросили, там, ну, что-то такое, потом, там, три месяца, допустим, потом, там, три года попросили, в конце концов, уже и правитель уже говорит, да, насколько же можно, уже там уже, вы все оттягиваете, все больше и больше оттягиваете, и потом, в конце концов, они явились пред ним, и говорят, ну, как говорится, не вели казнить, вели слово молвить, и так он говорит, ну, в чем же дело, Да вот так вот, типа того, что Ваше Величество. Поначалу нам вопрос показался очень простым. Мы думали, сейчас просто уточним детальки какие-то и выскажем. Но чем больше мы углублялись в эту тему и задавали вопросы, эти вопросы порождали новые вопросы, ответы порождали новые вопросы. И вот спустя, допустим, три года этих долгих размышлений непрерывных, мы пришли к пониманию, что мы не знаем, кто такой и что такой есть Бог. Чем больше вопросов получаешь ответы, тем ответы еще больше вопросов провоцируют, на самом деле. И человеческий руном, это как притча, не притча, сказка, не сказка, сказка или быль, или не быль, непонятно. Но очень так хорошо иллюстрирует. Я как-то ее рассказывал, тоже людям добрым, в пример приводил такой. Но с другой стороны, именно Иисус Христос, Спаситель Господь, Он явил Бога. Насколько это возможно человеку проникнуть в эту тайну, пощупать, потрогать, увидеть, осознать, понять. Он максимально раскрыл эту тайну Божества. Слово обитало с нами, полной благодати и истины. Удивительно, конечно, как в украинской рождественской песне поется потрясающе. Там слова есть такие, в одной из песен слова есть потрясающие. По глубине очень мне нравятся. Они у меня все время как бы с самого начала, прям когда я впервые услышал их, еще в 97-м году во Львове, первый раз, когда приехал вообще в Украину, во Львов, я слышал в числе прочих вот эту песню, она меня просто очень сильно, как бы, не коснулась. Там слова такие. Слово, очея, слова, очея взяло нася тіло. В темностях земных, в темностях земных сонце засвятило. Христос родився, Бог воплотився, ангелы спевают, царя витают, поклин витают, пастыри играют, чудо-чудо повидают. Вот, именно слово Отца взяло на себя тело. В темноте земли воссиял свет, Бог воплотился. Удивительно, конечно, знаете, в таких народных песнях порой вот такая богословская глубина, лучше всяких богословских богословий будем договорить. Вот, спеть радостно вот такую песню, прославить царя, Бога. Потому что, действительно, именно глазами любви вот эти тайны и видятся, да, не просто глазами теологии, а глазами любви. Слава Господу! Пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья! И вот сегодня вечером я вот тоже преломляю хлеб, молюсь, знаете, вот рассуждаю о теле крови Христа, потому что для меня это вот кульминационный момент моего и служения, как священнослужителя православного, да, и как христианина кульминационный момент максимального такого напряжения. Знаете ли, как вот в жизни Иисуса, да, Гефсимани, допустим, значит, да, значит, Долгофа. Да, вот все, в этом размышляешь, рассуждаешь, и в процессе вот максимального явления Бога, да, здесь просто апогей вот этого чуда, таинства Бога воплощения. Знаете ли, на протяжении всей жизни земной Иисуса вот этот процесс Бога воплощения происходил. В большем и большем, вот максимально апогей этого произошел на Голгофе, накануне прям вот последние минуты, даже часы-минуты перед Голгофой и сама Голгофа. Знаете, это удивительное событие планетарного масштаба, и на иконах, картинах, в кинокартинах, да, вот значит, о страсти Христово взять Мэлла Гибсона, допустим, да, какой там ужас показан там, но даже такое кровище там, все там, значит, там, знаете ли, показана эта жестокость такая, вот, с которой распинали спасители. Ну, даже Мэллу Гибсону или же, ну, не знаю, всем, если даже все там голливудские любители кровавых этих всяких сцен с помощью там всяких технологий, там, значит, там, эффектов снимут еще более кровавый, там, в сто раз более кровавый фильм, чем, значит, Мэлла Гибсона «Страсти Христово», даже все равно, даже в таком случае, даже в сто раз, если будет более кровавым этот фильм, он не покажет всего, потому что тело Иисуса было обезорудовано, обезображено больше всего, вообще больше всех. Вот, и дело здесь не просто физических, да, физические муки, да, сильные, там, избиения, там, значит, все, описания какие вот из Евангелия, и вот и медики там по крупицам восстанавливают образ этот, как он мог пострадать, да, это ужасно, но, знаете ли, они даже соты тысячные, даже, наверное, не покажут всего, а почему не расскажут нам, потому что намного, просто в тысячи раз муки более страшные, это страшный грех, это весь этот ужас разделения Бога и человека, это преодолено было, на кресте, на Голгофе, вот, и кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, произошло чудо спасения, Он взял на себя наше немыще и понес наши болезни, и ранами Его мы исцелились. Удивительно, удивительная тайна. Спасибо, Господь, спасибо. И сегодня хочу помолиться тоже, вот, завтра утром продолжим эту тему, как раз, да, будем рассуждать, и вот сегодня молюсь и благодарю Бога Всемогущего за все, благодарю Бога за жизнь, за спасение, за исцеление, благословение Его, за то, что действительно Иисус явил Бога всему истрадавшемуся человечеству, явил любовь. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Примиритесь с Богом. Он, Бог, примирился с нами, теперь мы примиримся с Ним кровью Сына Божьего Иисуса Христа. Спасибо, Господь, спасибо. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. За жизнь вечную, бесконечную, за Бога воплощение, за спасение, благодарю Тебя. Я поднимаю этот бокал, Господь, и преломляю хлеб сегодня во славу Твоего Игоря Святого, благодаря Тебя за все. Благодарю Тебя за хлеб, из земли взятый, да, спасибо, и за плод виноградной лозы, да, за лозу земную, благодарю Тебя. Но наипаче благодарю Тебя за лозу небесную, о великий виноградырь. И благодарю Тебя за хлеб, сошедший с небес, за Сына Твоего, Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа. Благодарю Тебя за тело и кровь, агнца Твоего. Боже, Ты примирился с нами, мы примиряемся с Тобой. Тело Христа, аминь. Кровь Иисуса Христа, аминь. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Святой. Слава Тебе, праведный Бог наш. Благословенный Бог наш. Аминь, аминь, аминь. Благодарю Бога, всемогущего сейчас. Благодарю за милость и благодать Его. Буду преломлять хлеб сейчас. И к этому Вас тоже призываю, братья и сестры. Я буду выключать камеру. Иногда прям в присутствии всех преломляю. Иногда хочется один на один с Богом на самом деле. Но даже если мы в тысячном собрании, в присутствии десятков тысяч людей даже преломляем хлеб, все равно нужно осознавать персональную, личную, индивидуальную, то один на один. Вот этот вот момент не терять ни в коем разе. Индивидуальная. Потому что Бог, Он, да, Он всех любит, но должен понимать человек, каждый из нас, что Он любит и всех, и с другой стороны каждого в отдельности. И в каждом Он хочет прославиться. Аллилуйя. Всеобщее священство, как вот говорят, да, на самом деле священниками нас делают. Там не рясы, не ризы, не там преемственности, не прочие-прочие все человеческие эти изобретения. Сам Господь Иисус Христос, Он первосвященник, а мы все священники. Мужчины, женщины, евреи, неевреи, неважно, богатые, бедные, неважно. Даже если вы не можете, сок я тоже виноградный не всегда могу позволить себе, допустим, даже для причастия. Я, значит, порой просто наливаю воды, беру хлеб, не всегда такая вкусная, хорошая репешка у меня на столе. Вот, да, просто беру сухарики какие-то, хлебушек, допустим, засушенный, старый, размокаю и совершаю причастие. А почему? Я знаю, что не качество хлеба или вина, или чего-то еще, а сам Господь Иисус Христос, Он есть таинство мое. Даже если я просто где-то там в троллейбусе, в метро, то есть я тоже причащаюсь бесконтактно, даже совершенно бесконтактно. Каким образом? Просто умом воспаряю, размышляю о теле крови Христа. И вот это рассуждение о теле крови Христа для меня это как бесконтактное причастие. То есть я осознаю это все больше и больше в момент, что я и Отец, мы одно. Я и Отец одно. Христос во мне живет, Он верой это совершается. Причастие вообще совершается Евхаристия не просто ртом или желудком, а оно совершается здесь и здесь. То есть в уме и в сердце, в нашем естестве совершается. Нет, не желудком. То, что входит в нас, оно не может нас осквернить или тем более там осветить. То, что исходит из нас, это нас либо оскверняет, либо освещает. Самое великое, что нас может освещать, это рассуждение о теле и крови Господа Иисуса Христа. Кровью Иисуса Христа, Сына Божьего, Агнца Божьего, Спасителя моего, Господа моего Иисуса Христа, я спасен навсегда, навсегда, навсегда. Я исцелен, благословлен, освящен, благословлен всеми благословениями небес, жизнь и жизнь с избытком, все это во Христе Иисусе, живущем во мне. Я храм Божий, обшит кожей. Я человек, но я живой камень в этой стройке тысячелетий. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Иисус, спасибо, за все спасибо. Мой друг, спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо, о, спасибо, Господь, спасибо, Иисус, спасибо, 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 благословен Царь всей Вселенной. Аминь, аминь, аминь. Спасибо, Господь, спасибо. Причищайтесь, братья и сестры, рассуждайте, рассуждайте о теле и крови Христа. Доброй ночи всем. Приятных сновидений и вдохновения от Бога. Потому что во сне, даже ночью, порой, Бог приходит в нашу жизнь, в сновидениях говорит нам. Это удивительно, конечно. Потому что порой просыпаешься в этом откровении, это самые удивительные моменты, для меня самые такие трогательные моменты очень. Здесь же, в Киеве, в этой же квартире, меня Бог утешил, вот тогда, когда я рассказывал, три слова, прозвучало, три таких коротких, таких изречения, будем так говорить, которые меня утешили тогда очень сильно вообще, я ими делился. Поделюсь еще, наверное, завтра с утра уже. Если Бог позволит, да. Пусть Бог благословит вас. Благословляю свою семью сейчас, благословляю всех вас, возлюбленные братья и сестры. В шесть утра подключайтесь. Я в Киеве все это время. С шести утра до семи я, значит, вот здесь, в прямом эфире. Вот, а с семи до восьми, вот здесь вот, под окнами у меня парк Киота. Парк Киота. Вот, прогуливаюсь от метро Черниевска до станции метро Ресова и обратно, и туда, и обратно. Вот, и там, где вот эта пагода японская, там скамеечки, место встречи нашей, да. Кто киевляне, кто в Киеве, добро пожаловать. Если у вас утром есть время, приходите, будем прогуливаться, вместе молиться, рассуждать о тени крови Христа, утешаться вместе общей нашей верой. Слава Господу. Пусть Бог благословит. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим. И помилуй тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Которым спасены, которым спасаемся. Слава Иисусу Христу навеки. Слава Богу Святому. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисусу слава. Иисусу.